Доброе утро всем! Не удалось мне, вернее передумая стоять в ротбе, потому что надо было ехать. Уже задание получил на сегодня загрузку и завтра выгрузку в Германию, потом решил эти там 180 км вчера проехать. Доехал до заправки, заправился. Подождал Андрюху, вернее Андрюха подъехал, тоже заправился, а у меня еще вырвало шланг, треснул воздушный левый желтый, там заменили с помощью варки, там небольшой кусок ушел, где-то сантиметров 10, отрезали, разобрали, сварили шланг, засунули его туда, ну, вроде держится. Вот, что еще? Приехали в Коге, блин, тут все занято, ну, нашли такую нормальную промку вдвоем, он туда сейчас сзади стоит, поехал назад, там заехал на территорию, развернулся, встал, а я вот здесь на Белегрёвске впереди, развернулся и задом сдал. О, блин, какие-то пошли сообщения, нифига себе, интернет появился, что ли, здесь у меня, зашибись, только сейчас, утром, главное, появился интернет левый, наверное, не, не появился, какие-то просто сообщения пришли. Развернулся, встали, я сейчас стартую, но Андрюхе здесь рядом на Лидли выгрузка, а мне надо проехать 50 километров, так что поедем сейчас уже, а потом поедем в знакомые места после выгрузки, 40 километров у меня загрузка бумагой и в Стрэнберг, в Германию, сумме получится 640, но выгрузка завтра в 10 с копейками, в 10.30. Пойду на пароме на Росток, город называется Гёцлиб, не могу еще запомнить название, на маленький паром, то есть ночевать мы будем в Германии. Ну, а сейчас что, погнали, Андрюха еще будет отдыхать часик, как всегда, а мы поедем. Почему-то мне здесь показывают налево, а там можно налево вообще поехать. Я думал, я вот здесь разворачивался на этом перекрестке, думал, что можно там и дальше проехать, ну так промка такая, ничего, тихая, спокойная. Мы ее как бы отметили, я себе отметил точно, я думал здесь вчера развернуться. И даже вот здесь можно было бы стоять, потому что там везде зонки. Вот здесь, видите, трафика, мы так взяли там в тупичке, там дальше можно было развернуться. Я потом пошел, погулял утром. Есть там место такое. Да, мы там хорошо постояли в тупичке, спокойно. Здесь еще налево дорога есть. Ну, здесь ворота нет здесь. Сейчас будем выезжать. Такой, блин, конкретно вот интересный участок. Ой-ой-ой. А, ну сейчас там справа спокойно. Зато слева неспокойно. Ну, там красный, красный горит. Ой, давайте, ребята, быстрее слева, вы там. Мне же ехать надо. Ой, тут налево поворачивается. Нормально, я думал будет хуже, там долгий светофор. Это хорошо. Все, поехали. Андрюху оставили. Ну, мы много так не общались. Ему тоже эта неделя... Нет, он еще захватит следующую, наверное, какую-то часть. А потом ему надо будет... 14-го, 15-го, 16-го быть дома. У него там праздники, днюхи всякие разные. Поэтому... Как-то так. Хочет быть дома. Мне надо в левую сторону. Как-то дальше мне перестроиться. Да, тормоза у меня вчера что-то так отказались. Ну, как отказали? Я ехал без тормозов большой путь, потому что я не мог понять, что случилось. То есть я пошел, проверил на паркинге. Все кабеля целы. Но там, видно, был уже разрыв. Поэтому не то, что отказались. Я еду так раз на тормоз, нажимаю. И мне как будто... Знаете, не грузовик едет. Как будто легковая. Так мягко, мягко так. Подтормаживает. Вот. Встал на паркинге, посмотрел. Все шланги целые, все целое. Но, блин, не могу проверить. Нажимаю на тормоз, откуда там воздух идет. А там, видно, был надрыв уже. Я его не заметил. Когда уже пришел с парома на заправку. Говорю, Андрюха, посмотри, пожалуйста. Он говорит, а у тебя оборвался шланг. Я говорю, да. Что делать будем? Ну, вот мы починили. Но я написал Игорю, чтобы порвался. Потому что теперь мне нужно аккуратно входить в развороты. Ай, блин. А, во всяко разные. Ну, что там, блин. Есть влево поворот прямо или только... Фиг там. Крутые, бравый. Мне туда не надо. Это туда показывает, это сюда показывает. По какому поедем... Ну, правильно, нам сюда ехать надо. Ну, да. Зачем нам на эту круги делать? Главное, починили, но все равно надо заменить, потому что он укороченный. Как я говорю, что в развороты надо входить будет аккуратно. Держит, ну, проехали вчера еще 100 километров, нормально держит. С утра проверил. Правда, такая ситуация вышла, блин. Как бы запускаешь двигатель, он показывает. Нажмите педаль тормоза до упора. Я пока... Причем надо нажимать как бы сразу, как оно появляется. Я нажал, отпустил. Он показывает отключение всех тормозов. Типа... Крутые, бравые. И всякая фигня, да? Типа красная, горит. Думаю, ну, что там такое, может быть? А утром уже завел. Опять вышла эта надпись. Вот, там какой. Ну, и нафиг. Хорошо, что туда не пошел. Вышла надпись. Опять я сразу сильно нажал на тормоз. Так вот до упора. И не отпускал. Ждал. Там, видите, где-то здесь, по-моему, надо будет. Выгружаться. Нажал на тормоз. И держал, держал, держал. Потом раз, он отключил. Проверка тормозов прошла успешно. Замечаний нет. Зашибись. Вот и все. Я ошибка ушла. А то я думал уже писать игры, что-то с тормозами. Хотя вот появляется все равно какой-то стоп. Я не знаю, что-то тут появляется, что она хочет. Посмотрим. Сейчас все в порядке с тормозами. Я уже чувствую. Право нам не надо. Туда не надо. Мы ездим прямо. Что она вот с кайтерами какая-то. Блин, стоп. Даже не могу сказать. Ладненько. Поехали тут по националочке. Нам проехать осталось 46 километров. Выгрузка у нас 8 по местному. Что? Мы должны спокойно, спокойно успеть. К 8 подъехать. Пишет 8, 0, 1. 30 километров проехать надо. Здесь городок идем. По-моему, это этот город и есть. Да, кстати, забыл сказать. Вчера я так хорошо загрузился джусом на фабрике. Ёпперес, это ребята, блин. Уй, кадры. Полную фуру джуса везу. Я на этой, на рецепшене спрашиваю, самопогрузка. Он говорит, да. Ну, я так спокойно готовлюсь, самопогрузки. Там чудаки подходят. Ну, давайте там, это убери, это убери. Сейчас мы быстро тебя закидаем. Я говорю, а что, выгрузить будете? Он говорит, ну да. Мне сказали, что там самопогрузка. Он говорит, нет, там в зависимости, что грузят. Окей. Там два парня. Ну, мужчины. Один постарше меня, один помладше. Из Казахстана. Вот. А потом, говорит, там вот видишь, полки, да, с джусом. Выбирай любой себе, три литра. Я говорю, в смысле три литра? Ну, три литра можешь брать. Любого. Я пошел, беру такой АСТ. Он говорит, зачем тебе этой химии? Бери натуральный продукт. Я говорю, я так соки апельсиновые и яблочные особо не пью. Я говорю, вот нектар могу. Он говорит, бери нектар. Короче, взял три бутылочки, трех литровых, ой, литровых три нектара манговского. Зашибись. Вкусно, конечно, это, бери, натуральный продукт. Ну, мелочный, приятно. Вкусно, вкусно. Одну бутылку я уже израсходовал. Ну, вот что, вот он загорается. Что-то не так. Восклицательный знак. Вот загорается. Причем не поймешь, почему. На тормозах, например, чуть-чуть прижал, валь загорается. Еще другой раз зажал, не загорается, блин. Здесь какая-то странная система. Там. Мне кто-то даст тут проехать? Вот БМВ тут, блин, чуть не вмазался. У кого-то. Какой вкусный. Честный. Еду попиваю, как говорится. Наслаждаюсь. Совмещаю приятное с полезным. Еще 29 километров. Елки подумают, мы уже приехали. Нет. А, это норд. Норд часть этого. Роскел. Нам сюда и надо, в принципе, этот город. Наверное, Н, северная часть. Ну, сейчас не такой маленький городок это. Может, он так, типа, как, знаете, центральная часть в одном месте, западная в другом, восточная, и т.д. и т.п. Ладно. Потому что 29 километров это нормально. Это как из дома до Вейцеки, наверное. До Янсенса, меньше. Ой, блин, здесь же надо будет уход. Влево. Мне так не надо. Мне надо, блин, в левую полосу. Мне вправо, вернее, не надо. Пропустит, не пропустит. Пропускает. Спасибо. Надо сказать спасибо. На ровном месте пробочка. Ладно? Поехали. Как там компания называется? Коу... Коу-роу? Кажется. Осталось полтора километра. Совсем чуть-чуть проползли мы по этим дорожкам. Мы, вернее, я, ну и те, кто смотрит вместе со мной, либо слушает. Сейчас направо будем на светофоре. Норд. Норд. Че-то мне, блин, какой-то город будет. Мне же сюда, Фредерксун. Это что-то мне... Это следующий у меня, по-моему, куда-то вот в ту сторону ехать. Че-то меня так задело это название. Что-то я уже, блин... Удал мне, по-моему, в следующий будет там район этот. В ту сторону надо будет ехать. Тут же надо поворачивать аккуратно. С этими шлангами у меня уже... Так, ну ладно, ищем. Могут магазины есть вокруг. Датские. 650 километров, считайте, до этого самого, до погрузки. Вон, есть, со... 15-й что-то написано. Горол. Че такое 15-й? А, это... Нет, у меня там 9-й, по-моему, был. Это номер дома. Дома. Вон с деливери. А чего деливери? Вон с деливери. Какая компания? Нет, ну не сюда. Это... Другая вещь. Много фирм, я понимаю. А нам нужна именно нашим фирмам. Компания. Куда налево? Наверное, сразу налево. А, вот терминал 2. Сейчас будем... Хотя там зачеркнуто. Вот Куро. А где офис? Наверное, там где-то заезд. Сейчас будем искать еще. Как заехать. Чувствую, что я проехал. Поворот. Хотя нет. Так, опишу, что я заеду. Цель слева. Тоскания. Ёпросы-то. Как мне тут... Развернуться? Надо искать возможность развернуться. Надо развернуться, реально. Будем здесь разворачиваться. Где-то. С этой полосы. С этой полосы. полосы. Прочеркнули. Поедем обратно. По-другому нам никак. Странно, где-то заезд, там наверно был заезд, а что они только наоборот стояли, нифиг кого знает. Номер 9, да, Холмс Уэй, а, 9.13. Номер 9, 12. Холмс Уэй, номер 10. Так, вот пятый. Седьмой цивилик. Сейчас будем заезжать туда, узнаем. Здесь вот маленькая калиточка, типа, здесь надо заезжать. Не знаю, какие мусорники. Вот ковровый экспедишн здесь. Все узнаем. Вот экспедишн. Рецепшн. Рецепшн здесь. А где тут? Вот рецепшн. 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 Немного вот не туда он сказал. Надо вот туда мне ехать. а там трактор уезжает там гейт а зачем мне там надо будет этот шаг сделать гору вообще потраве да у них тут какой-то бардак может на выезд или надо приложить терминал 1 ничего не спрашивает у меня типа показываешь не повернешь я думаю что дальше проехать надо я делал документы не понял не понял не понял не понял не понял не понял что ли я не понял куда я делал документы а наверно я ему отдал их не понял что ли что ли что ли что ли что ли что ли не понял что ли что ли еще не я не знаю Не, наверное, здесь надо же вернуться, да? Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok